В 2019 году при поддержке фонда президентских грантов команда онкореабилитологов Ассоциации специалистов онкологической реабилитации провела наукометрический анализ. И современные рекомендации клинические в реабилитации онкологических больных стали доступны для всех онкологов. Они находятся вот на этом ресурсе Ассоциации онкологических пациентов АСОР, и вы можете ими воспользоваться в любое время. Итак, телереабилитация – термин, который появился в методических рекомендациях Минздрава на фоне реабилитации после ковид еще в мае прошлого года, может стать серьезным инструментом в организации процесса непрерывной реабилитации лечения пациента, я вам сейчас это докажу. Телереабилитация, по сути, это комплекс реабилитационных ассистирующих мероприятий и учебных образовательных программ, которые предоставляются пациенту дистанционно посредством телемед- и компьютерных технологий. По сути, это самостоятельное выполнение программы восстановительного лечения пациентам на амбулаторном этапе под дистанционным контролем врача и специалиста ЛФК. Основные преимущества использования телереабилитации показал ковид. Это обеспечение улучшенного доступа к процессу непрерывного восстановительного лечения, не выходя из дома. И, конечно же, снижение количества транспортировок пациентов, осуществление контроля пациентов в постстационарный период для выявления возможных осложнений с целью дальнейшей марсультизации пациента. По сути, это повышение доступности специализированной помощи. Ну и прямая обучающая поддержка медицинских работников, которые непосредственно оказывают эту помощь. Итак, постковидный синдром. То, с чем сегодня сталкивается каждый человек, практически перенесший ковид. С мая прошлого года 3000 пациентов проходили групповую телереабилитацию на базе Института курортологии-реабилитологии. И сегодня эти пациенты, которые дали мне разрешение на свою демонстрацию, продемонстрировали значительное улучшение своего состояния. Групповая реабилитация длилась от 14 дней. Многие пациенты оставались в ней дольше, на месяц, на полтора. И что интересно, 40% участников телереабилитационных групп были старше 65 лет. Кроме этого, к образовательной телешколы по образу жизни и питанию после ковид, созданные нами летом прошлого года, привлекли внимание 330 тысяч пациентов, просмотревших эти школы. А вот слайд, который показывает, насколько почувствовали улучшение своего состояния пациенты после программ групповой реабилитации. И об этом нам сообщают зеленые линии на этой диаграмме. А вот распределение пациентов, которые проходили реабилитацию по территориальной принадлежности. И, как вы видите, лишь 32% пациентов были из Москвы. Остальные из других федеральных российских округов. И это сработало довольно показательно. Ну а сейчас я вернусь к реабилитации онкологических больных, которые также принимали участие в специально организованных для них группах для ослабленных пациентов в телереабилитации после ковида. Итак, судя по доказательствам Ассоциации специалистов онкологической реабилитации, она должна состоять из периода предреабилитации, подготовки пациента к лечению, далее реабилитации по ИРАС протоколу в реанимации и раннем послеоперационном периоде, а также отсроченном и позднем послеоперационном периоде и том периоде, когда пациент уже находится на лечении дома. Согласно клиническим рекомендациям, программа подготовки онкологического пациента должна включать в себя рекомендации по модификации образа жизни. Отказ от курения, алкоголя, самостоятельные интенсивные занятия ЛФК в домашних условиях по подготовке к операции – это комплекс физической нагрузки средней интенсивности, с аэробной, даже анаэробной нагрузкой не менее 15 минут в день. По необходимости она должна включать дополнительную нутритивную поддержку и желательно работу с психологом для преодоления депрессии и тревоги. И вы видите уровень доказательности этой рекомендации. А функциональное состояние? ЛФК в предоперационном периоде достоверно улучшает функцию легких и функциональное состояние больных. Я опубликовала здесь два слайда, которые свидетельствуют в пользу этой методики реабилитации в лечении. Вот таким образом на базе Липецкого областного онкологического диспансера мы реализовываем это решение. В программе участвуют инструкторы ЛФК, психолог и доктор, который определяет нутритивный статус пациента. Вот так выглядят видеошколы по возможной телереабилитации самостоятельной для пациентов, которые размещены на ресурсе Onconet Online. И вы можете сфотографировать этот слайд, потому что в нем размещены видеошколы ЛФК по нозологиям. И каждая нозология разбита на разные этапы реабилитации. А теперь перейдем к следующему этапу. Это сочетание ЛФК и диета терапии во время химиотерапии. Согласно клиническим рекомендациям, выполнение упражнений с нагрузкой уменьшают слабость, улучшают качество жизни и психологическое состояние пациенток, получающих адювантную химиотерапию. А раннее начало физических нагрузок на фоне принимаемой терапии достоверно повышает толерантность к лекарственной терапии. Я демонстрирую вам исследование питания и упражнения во время адювантного лечения NEXT, которое проводили канадские онкологи среди группы пациенток, получающих адювантную терапию по поводу рака молочной железы. В исследовании участвовало 573 пациентки. И вы видите, как достоверно увеличилось, не сильно, но увеличилось их состояние. Никаких серьезных, нежелательных явлений не произошло. Частота травм не изменилась по сравнению с исходным уровнем, а главное участники оказались довольны. Программа была положительно оценена онкологами и пациентами, относительно безопасна и недорога. Однако, конечно, существует разрыв между научными данными и клинической практикой, в которой пока практически не используются такие методики. Отсутствие диетологов, нутрициологов и специалистов ЛФК в онкологических учреждениях, конечно же, является главным тормозящим фактором. А теперь я приведу пример нашего совершенно замечательного опыта, который мы ведем более полутора лет на базе МИД с онкологией имени Блохина. Ведь телереабилитация в онкологии является достаточно новой методикой, целью которой не только восстановление нарушенных функций у онкологического пациента, перенесшего лечение, но и, конечно, психологическая поддержка больного. Вот таким образом в течение полутора лет каждый день в 10 утра на базе отделения реабилитации МИД с онкологией имени Блохина идут совместные онлайн-офлайн занятия лечебной физкультурой женщин в послеоперационный период. Направляют женщин на занятия ЛФК, конечно же, их хирург из отделения. И по выписке эти женщины подключаются ведущим врачом программы онкорехаб к дистанционной программе телереабилитации, с помощью которой эти женщины находятся вот в данный момент в экране и занимаются вместе с женщинами, лежащими в стационаре. Наблюдая эти занятия воочию, вы не представляете, насколько с большим удовольствием пациентки идут на эти занятия, и пациентки, которые находятся дома, радуются, что они прошли этот этап лечения и тем самым поддерживают пациента, который находится еще в стационаре. А мы вернемся к клиническим рекомендациям, которые вы также можете сфотографировать. По характеру, воздействию и объему физической нагрузки занятия ЛФК у больных раком молочной железы делят также на несколько периодов. И ссылку на эти рекомендации по реабилитации я тоже поставила на этом слайде. Вернувшись к этому слайду, я хочу сказать, что в совместных занятиях используются простые вещи. Используются пол-литровые бутылки с водой, используются обычные палки, и многие используют даже швабры. И вот таким вот образом верхний желтый квадрат показывает, как группа, лежащая в стационаре, занимается совместно, ежедневно. Это 20-25 пациенток, которые проходят реабилитацию. Наши исследования показали, мы в них включили из всех прошедших 489 пациенток, согласившихся с раком молочной железы. Дистанционные занятия проводились в течение 25 минут. Каждый день следило за учащением пульса после занятий не более чем на 30-32 удара в минуту. И чередовались общеукрепляющие и специальные физические упражнения с дыхательными. На этом слайде показано, что в процессе набора групп для телереабилитации лишь 1% пациенток отказались, боясь утечки персональных данных. 20 пациенток изначально отказались, потому что не умели общаться с гаджетами, хотя имели смартфоны, 10% из них вернулись, потому что за них эту функцию стали выполнять их мужья или дети. Из 489 пациенток лишь 3 пациентки получили отвод за все это время врача по медицинским показаниям. 61 человек сообщали о боли на фоне ЛФК, из них 29 сообщили о появлении отека после ЛФК. Так как эта реабилитация онлайн контролируемая, то врач, который вел эти занятия, Филатова Ольга Николаевна, имела возможность немедленно решать вопросы с женщинами, у которых возникали осложнения, с которыми она ежедневно общалась. Возврат полного объема движения руки с оперированной стороны за 14-дневный курс непрерывной реабилитации на дому продемонстрировали 398 человек. 91 сохранили частичные ограничения в объеме движений и продолжили занятия в группе телереабилитации еще 14 дней. Все пациентки сохранили навык и желание выполнять физкультуру самостоятельно после окончания курса. Есть такие пациентки, порядка трех, которые занимаются с нами уже целый год и не хотят покидать группы. Другие пациентки занимаются ЛФК самостоятельно по оффлайн-упражнениям. Итак, питание и упражнения могут достоверно улучшить работу в наращивании мышечной массы, мышечной силы, физическом функционировании, соблюдать статус питания, снижать утомляемость и, конечно, соблюдать качество жизни. И я вам сейчас это докажу. Пользование интернетом и приложений для смартфонов представляют уникальную возможность для самомониторинга и реабилитации на дому. Я покажу проведенный австралийскими онкологами систематический обзор публикации и метаанализ влияния цифровых технологий, направленных на ЗОЖ. И он был направлен исключительно на самостоятельную телереабилитацию, подчеркиваю, с минимальным участием медработников, которые вели такие действия, конечно, как напоминание, назначение групп или водное занятие, или назначенные упражнения в самом начале в зависимости от состояния пациентки. У нас нет медицинских работников, которые сегодня предназначены для работы в телереабилитации. Итак, литературный поиск выявил в общей сложности 3346 статей, а в обзор систематический было включено 18 статей, содержащих 16 исследований. Были сообщены данные о 2684 участниках с различными нозологиями. Большинство исследований проводилось через интернет, дистанционно, а большинство наблюдения, продолжительность наблюдения составила в среднем 12 недель. Итак, 7 исследований оценивали диетическое поведение, 2 из которых сообщили о значительном улучшении качества диеты и повышении потребления фруктов и овощей. В 15 исследованиях измерялось поведение, связанное с физической активностью, 8 из которых сообщили о значительном улучшении физической активности, повышении мышечной силы от умеренной до высокой. В 4 из 9 исследований, которые оценивали качество жизни, связанное со здоровьем, было сообщено о значительном улучшении качества жизни. И, что очень важно, значительное уменьшение утомляемости было обнаружено в 4 из 6 исследований. Всего в 14 исследованиях участвовали люди и изучали смешательства, направленные на стимулирование поведения, связанного с повышением физической активности, из которых 8 показали положительные результаты, которые продемонстрированы на этом слайде. Сегодня ведется создание и разработка новых онлайн-групповых программ согласно этапу лечения и согласно онкологической нозологии для разных групп пациентов. И я указала вам эти группы. А я хочу рассказать о начинающемся опыте в теле диеты терапевтической, дистанционной поддержке онкологических больных. А мы знаем, что 80% из них имеют статус нутритивной недостаточности. И это исследование мы ведем на базе МИЦ-онкологии имени Блокина и российского липецкого онкологического диспансера. Итак, мы пытаемся решить следующие задачи. Это дистанционный мониторинг, работа с пострезекционными синдромами в области ЖКТ, поздние осложнения и реабилитация при абдоминальном синдроме, поздние осложнения после лучевой терапии, нутритивная поддержка, так называемая нами кохексия-саппорт, диетотерапевтическая поддержка с помощью диетотерапии в сочетании с групповыми онлайн-ЛФК занятиями, телепатронаж штаммированных больных, и сегодня большое значение мы уделяем детской реабилитации. Был создан и проучились более 500 врачей с помощью образовательного дистанционного курса «Диетотерапия онкологии» продолжительностью 72 часа. Эти лекции находятся сегодня в свободном доступе. Можете также сфотографировать этот слайд, потому что это лекции по коррекции проблем питания в разных нозологиях, созданные ведущими экспертами. Как вы видите, большое количество этих лекций посвящено реабилитации детей с онкологическим диагнозом. В основе контроля недостаточности питания использовался дневник четырех тарелочек, и вы видите, как он выглядит в электронном виде. Теперь я хочу рассказать вам об уникальнейшем и очень важном опыте для одной из самых несчастных групп пациентов. Это пациенты с опухолями головы и шеи. В каждом из этих кружочков написано, в каком направлении мы ведем сопровождение этих пациентов в ранний послеоперационный период, но имеется в виду, конечно, период сразу же после выписки из стационара. И сегодня этим занимается Латынина Екатерина Алексеевна, главная медсестра, настоящая операционная, перевязочная медсестра, которая знает об этих проблемах абсолютно все. Мы будем вести проблему в улучшении логопедической, реабилитационной поддержки больных, которые нуждаются в этом, и, конечно, диета-терапевтическая поддержка. Сегодня разработано 16 видеошкол, которые также находятся в общем доступе для пациентов с этой локализацией. Восьминедельные мультимодальные программы питания, лечебная физкультура для неизлечимых пациентов с распространенным опухолевым процессом – наше следующее направление, которое мы разработали, основываясь на методиках наших японских коллег. И вы видите, как разнообразна может быть работа с этой группой пациентов, которых сегодня стало значительно больше в связи с ковидом. Посмотрите, разработаны комплексы ЛФК, очень простые для ослабленных больных, разработаны рекомендации по профилактике переломок, по увеличению физической активности до 2000 шагов в день. Главная цель – заставить пациентов выйти дома, походить и совершить вот такую вот физическую активность, улучшить свое настроение и, конечно, попробовать снизить утомляемость. Самое главное – заставить их поверить, что важно не только прожить дольше, но и сохранить качество полноценной жизни. Мы разработали школы в раннем палеотиве, это школы наши российские, по физической поддержке пациентов, это школы массажа, а также школы позиционирования для противопролежневой профилактики. Там же мы организовали на базе Липецкого онкологического диспансера сейчас онлайн патронаж палеотивных больных. Мы учим родственников с немедицинским образованием, основным медицинским манипуляциям, с которыми им придется столкнуться по уходу за своими близкими. И очень надеемся, что мы поможем пациентам, которые находятся в таком сложном последнем этапе своей жизни. Сейчас я хочу вам представить, это известные люди, это эксперты Ассоциации онкологической реабилитации, которые работали и работают, и будут продолжать работать над данным проектом. Это сливки в онкореабилитации из разных лечебных учреждений. И с большим удовольствием, и с большим, ну, низкий поклон всем этим людям, которые делали это на чистом энтузиазме. Ну, это контакты научных руководителей проекта. Это Сергей Алексеевич, Шинкарев, профессор. И Каргайская Рина Геннадьевна. Ниже написаны наши почтовые координаты, по которым вы можете с нами связаться, задать свои вопросы и попробовать организовать их в вашем онкологическом учреждении. Спасибо за внимание. Продолжение следует...